здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь сегодня у нас обзор на вот это чудо которое вы видите на своем экране черепаха красноухая и хочется сегодня немножко поговорить и рассказать о ней красноухая черепаха очень широко распространена в россии странах снг европе и соединенных штатах америки соответственно невзирая на то что она очень широко распространена как домашний любимец как домашние рептилии популяции в живой природе и очень редко сокращается и в некоторых европейских странах в частности если я ошибаюсь швейцарии проводятся периодические акции верните черепаху то есть люди возвращают данных черепашек обратно в живую природу но у нас так не получится сделать за счет того что нас условия не позволяют слишком холодная черепашка стесняется хочет сегодня убежать но дай нам на тебя сегодня полюбоваться посмотреть данной черепашки совсем немного она недавно у нас вылупилась такая вот красавица очень интересный красивый панцирь рисунок есть и желтоуха черепаха часто их присоединяет к одному виду но это два разных вида и однажды мы конечно посмотрим и на желтоуху черепаху окрас очень интересный рисунок панциря очень интересный красивый у желтоуха черепахи он еще лучше он еще ярче и сам рисунок немножко пошире полос они немножко шире чем питается красноуха черепаха ну нужно понимать то что какая какой бы он не был но это рептилия рептилии в основном все это хищники и вот эта вот малявка она тоже хищник в аквариумах ее кормят замороженными кормами я имею ввиду мотыль и все в помимо этого она хорошо питается сушеным гомарусом сушеной рыбой можно давать рыбу покупную желательно не жирно если жирно этого и нужно будет отдать кипятком ну или хотя бы не кипятком а чтобы было градус 80 температура воды вот еще такая у меня есть старая черепашка мальчики девочка у нас растительную пищу в принципе тоже можно давать но особо на есть не не будет не любите есть дают в принципе и печень очень хорошо печень идет но минус данных черепах в том что они вот маленькие вроде сейчас пока маленькие для сравнения есть у меня вот такой штрих ведь штрих обычный стандартный он намного больше чем данной черепашки но это пока они маленькие когда они вылупляются у них размер примерно около трех сантиметров еще положил рублевую монетку для сравнения чуть чуть побольше пяти рублевый черепашка больше минус соответственно как я уже и сказал в том что данные черепашки растут достаточно быстро буквально за года три она у вас вырастает с ладошку что касается аквариума пока они маленькие черепашки пока маленькие можно использовать вот такого плана ну грубо говоря тазики или мини террариум и для рептилий вот данный тазик стоит в районе 500 рублей ну естественно тут еще заливается вода вот я не залил и устанавливается вот такая вот пальмачка но это больше для красоты не для черепах в эти выемки как раз кладут разного рода корм чтобы он не попадал в воду важный важным критерием в любом аквариуме террариуме как этот тазик или в настоящем аквариуме если вы приобретете аквариум важным критерием является то что должен быть подъем как здесь видите да подъем наружу на сушу делается он по-разному в некоторых террариумах аквариумов он уже есть встроен бывает продают их отдельно но можно сделать самому с помощью насыпи гравия или всякими гротами мостиками и так далее единственное что надо чтобы было именно сделано так чтобы островок не соприкасался с водой чтобы черепашка могла было вылазить на сушу они конечно водяные черепахи плавают но и суши тоже нужна они любят греться на солнышке и помежала помежала и если у вас нормальный полноценный аквариум террариум важно будет важной частью будет являться то что нужно будет еще лампочка освещения для черепашки и часто встречаются болезни черепах именно про болезни с панцирем для того чтобы этого избежать и нужна ультрафиолетовая лампочка то есть заменитель грубо говоря солнечного света солнечного освещения ну давайте пойдем посмотрим как плавают эти черепашки как они выглядят в аквариуме вот она поплыла 1 нужно учитывать конечно тот факт что у них нет жабер и они все-таки дышат воздухом для чего и нужен принципе этот островок не только для того чтобы она могла вылезти погреться но и для того чтобы дышать свежим воздухом не рекомендуется держать красноухих черепах с рыбками в одном аквариуме естественно они будут считать его этих рыбок своим кормом могут есть проект конечно пока не маленькие пока нет таких размеров они рыбку не сидят но стоит им немножко подрасти растут они как я уже сказал очень быстро рыбка будет съедена это будет для нее лакомство сказать послала дышать воздухом немножко воздух схватила все те черепаха довольно может дальше плавать купаться отдыхать если вы заявили себе аквариум террариум учитывать сейчас тот факт то что воды должны быть в нем столько чтобы черепаха смогу перевернуться это примерно составляет высоту панциря не ширину не ширину а именно высоту панциря это минимальное количество воды когда должно быть ну и предупрежу сразу сразу то что они достаточно большими начинается проблему заводчиков с маленьким аквариумом аквариум должен быть для них примерно 100 150 литров на одну черепашку одиночество переживать в принципе легко но могут ужиться и с другими рептилиями кроме змей и ящериц давайте посмотрим какие еще есть корма для черепах промышленная есть такой вот корм сера для всех рептилий мы о нем уже снимали видео вы наверно его уже видели здесь получается идет гомарус сушеный креветки сушеные и рыбки сушеные есть еще вот такого плана корма от компании тетра есть получается отверстие цена еще видно покупал когда есть 40 рублей стоит такая вам по сути здесь тот же самый гомарус но и есть еще гранула крышечка крутится не хочется скрутиться снимаю одной рукой второй рукой крутить неудобно ну вот это картинки в одной в одном отверстие гранула в другом отверстие гомарус гомару соответственно едят хорошо гранулы едят очень плохо но это соответственно не все корма есть еще вот это вот еще вариант хочу показать компании сера это сушеный анчоус но это больше не корм а деликатес ну мы даем качестве лакомства полакомиться черепашкам очень важно помнить о том что вода у черепашек в аквариуме террариуме портится достаточно быстро но еще хуже если остается корм то есть черепашка его и так есть не так быстро как хотелось бы и благодаря тому что с корм остается в воде вода начинает портиться еще быстрее таким образом получается то что вывод воду будете менять не как положено положено примерно один-два раза в неделю а еще чаще она покрывается пузырями посмотрите на образование пленки если образовалась пленка нам по и расти воды нужно сразу срочно менять воду и желательно чтобы она была отстоявшийся но это не критично можно менять воду и прям с под крана и еще один нюанс такой ставили фильтр чтобы меньше подменивать воду но особый фильтр не помогает вода все равно портится достаточно быстро друзья мои дорогие еще хочу вам показать видео маленький сюжетик снимал уже взрослых черепах больших посмотрите сейчас прям включаю его и и и и и и и и и ну и на этом все и не забывайте подписаться на канал Ставьте лайки, пишите комментарии Задавайте вопросы, если они у вас остались Обязательно постараемся ответить на каждый ваш вопрос До новых встреч, всего вам доброго До свидания Субтитры подогнал «Симон»